Сегодня будем готовить картофельный суп из индейки и зеленого лука. Для этого нам нужно бульон индейки с одной луковицей. Такую среднюю луковицу мы берем чеснок, каперсы, томатную пасту, несколько ложек картошку и аджику, две морковки свежие, лук и немного укропа. Все здесь есть. Начинаем и будем разбирать, надо все разобрать, снять. Там достаточно большая кость, поэтому она и места много занимает, да, она не нужна. И вот эту луковицу, которую, видите, я цельную, закидываю в бульон, чтобы ее потом раз и выкинуть полностью. Чтобы бульончик был чистый, я сейчас его возьму и через сито. Я возвращаю ее на огонь и сейчас мы будем закладывать туда картофель. Картофельный суп, в нем много картошечки должно быть. Я мелко нарежу картофель, потому что он должен побыстрее провариться, чтобы мы спокойно и быстренько заложили туда томатную пасту, ну, то есть все ингредиенты. Так, все. Пойдем закладывать картофель в кастрюлю. В кипящий бульон закладываем картошку. Я прямо так ее раз, потихонечку, вот так вот. Чтобы тут все не уховозить. Теперь ждем, когда все закипит и убавляем газ, чтобы она потихонечку-потихонечку продолжала кипеть и картошка варится. Я мелко нарежу морковь вот эту вот. Так, ну вот, этот большой пучочек зеленого лука как раз. Сейчас я его оприходую прямо туда. Такими можно прямо крупными. Вы видите, потом нехорошо зайдут. Вообще, конечно, что я вам скажу, ребята, дорогие подписчики, зрители, ни в одной столовке, я думаю, вы не найдете такого вкуса, как можете сделать дома сами. Уже 8 месяцев снимаем программу, и я за это время нигде не нашел ничего даже рядом похожего с тем, что мы делаем здесь у нас на кухне. Вот так вот. То есть специально уже начинаю ходить, начинаю присматриваться. Не, не то. Учитесь готовить, повторяйте все вот так вот, как я вам показываю, и вы поймаете очень много всего интересного, вкусного, и у вас будет хорошее такое занятие, добренькое. Вот так, ну чего, я сюда наливаю подсолнечное масло такое, чтобы оно было не очень запашистое, и отправляю на плиту. Так, ну что, разбираем. Уже индейка остыла, поэтому нужно ее потихонечку разбирать, освободить ее от костей. Ох, хороший кусок такой. И вот так вот. На кусочки. Вот, все, пошло мясо. Сильно не залежалось. Мясо и картошечка уже неплохо. Сейчас будет еще лучше. Тем временем в сковородке обжаривается зеленый лук, большой пучок, две морковки свежие и репчатый лук. Одна такая средняя луковица, небольшая такая, мягкая. Я добавляю сюда 7 зубчиков. Сюда раз. Перемешали. Сейчас пойдет аромат сумасшедший. Три вот такие вот большие столовые ложки сверху томатной пасты. Аджика, которую мы использовали в съемках харчо и еще будем использовать в съемках харчо и других супов. Вот это аджика настоящая из зубдиди. Я так вот прямо для аромата вот так вот столько. Достаточно много я мы укладываю, чтобы она так продирала и давала хороший аромат. Она соленая, она ароматная. Если бы телевидение, вот YouTube передавал и вообще канал наш передавал запахи, вы бы прямо сейчас побежали бы готовить эти супы. Тут, конечно, очень... Посмотрите, как тут. Посмотрите вот тут. Вон, что творится в сковородке. Вон. Ай, какая красота. Видите? Буйство цвета и запаха. Добавляем в мой любимый дробленый перец. Половину чайной ложки. Это немного достаточно, но так хорошо будет. Значит, суп у нас закипел тут. И попытаемся сейчас выложить все аккуратно. Все кипящее, все горячее. Вот такая красота у нас получается. Ровно, видите? Все. Пошло. Процесс пошел. Свадьба состоялась. И тишина, видите? Все. Тихо. Красиво. Мы убавим огонь. И минут 15. Вот так вот на мелком огне она пусть доходит. Аромат. Это джики обалденные вообще. Томатная паста, лука. От всего. Я так люблю в эту джику добавлять, когда сразу другое прямо. Другая тема. Очень хорошо. Очень вкусно. Ну и вот каперсы пошли. Все. Каперсы, между прочим, еще у Гоголя, у Гоголя описано в вечерах на Хоторе близ Диканьки. И не надо думать, что это совсем недавно к нам пришло. Это считайте, ну, уже лет 150-170 назад это уже было на Руси. Каперсы достаточно древний продукт, который попал нам, естественно, ну, из-за границы. Мы ввозили. Недавно просто перечитывал, смотрю, оп, про каперсы в разговор. Интересно. Надо бы поумничать, когда буду закладывать каперсы куда-нибудь в какой-нибудь суп. Потому что надо поумничать. Вот, чуть-чуть. Немного. Ждем еще минут 10. Выключаем и начинаем раскладывать по тарелочкам. Хопа! Суп готов! Хопа! Чудо! Ой, какая вкуснота! Мы когда несем сюда кастрюлю, накладываем в тарелку в процессе съемок. Потом идет у нас подсъемка, это небольшой секрет, идет у нас подсъемка для книги, для каталога, для обложки, для выпуска. Вот, тут в этот момент начинаешь просто чуть-чуть с ума сходить, потому что вот это ароматы, вот это готовность, вот это все напряжение такое немножко такое уже хочется уже попробовать. И вот, вот это такой кульминационный момент, все по правде на самом деле делается. Мы же заранее практически редко очень пробовали, несколько раз пробовали. Вот сейчас я этот суп уже недавно делал, говорю, повторю, я месяц назад его придумал. Вот именно в том виде, в котором он есть сейчас. И этот мы сейчас повторили, во всяком случае, внешнего и на запах он как раз соответствует. Ну что, давайте. О, как хорошо! Все четко. Все, все отлично получилось. И картошка чувствуется, и индейка на месте. Прямо вкус индейки, картошки и аджика явно. Ну и легкость, конечно. И морковь, и лук, все на месте, все видно, все чувствуется. Все отлично. Во, я прямо очень доволен. Ну что, спасибо за внимание, готовьте именно по этому рецепту. Уже я второй раз приготовил этот суп, но не в рамках программы, а вообще. И я считаю, что этому рецепту нужно прямо укорениться. Поэтому, если вы это сделаете, если вы обязательно напишите мне, как у вас получилось, ваше мнение, ваше отношение к этому рецепту. Спасибо большое за внимание. Я желаю вам, чтобы у вас были рецепты только кулинарные и никаких медицинских. Здоровья, счастья и всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok